Музыка 19 апреля в Большом зале самоуправления в торжественной обстановке состоялось подписание договора об установлении побратимских отношений с узбекским городом Новои. В этом мероприятии приняли участие гости из Узбекистана, в частности которых посол Узбекистана в Литве Кадамбай Султанов, представители администрации висыгинского самоуправления, а также представители узбекской диаспоры висыгинса и те, кто приехал в свое время на строительство ИАЭС из далекого Узбекистана. Подписание договора было встречено висыгинсами с большим воодушевлением. И это неудивительно, ведь многие из тех молодых специалистов, которые приехали на большую стройку из Узбекистана, до сих пор считают Новои своим родным городом. Подписание договора с Новои было долгожданным событием, ведь решение сотрудничества с ним было принято еще два года назад. Вы правы, что очень долгожданный договор, потому что решение принято о сотрудничестве, наверное, уже около двух лет назад, но из-за того, что ковид и другие какие-то препятствия от нас независимы, мы не смогли раньше подписать такой договор. Но, тем не менее, свершилось. Мы подписали договор о сотрудничестве с нашим городом, сейчас уже побратимым, городом Новои, страна Узбекистан. И я знаю, насколько это важно, насколько это важно для наших висагинцев, которые много лет этого ждали, которые сейчас даже со слезами смотрят на свой родной город, независимо, они узбеки или они другой национальности, но родом оттуда. Конечно, наши города не равны по количеству населения, конечно, не равны по развитости, промышленности и так далее, но это не говорит о меньшем желании сотрудничества. Наше желание сотрудничать ничуть не меньше, чем у нашего города побратимого. После подписания договора стороны традиционно обменялись памятными подарками и сувенирами. Подарки наших узбекских гостей были не стандартно европейскими, а по-восточному щедрыми. Мы, наверное, северные народы так не привыкли, но такое, скажем так, тепло сеяло, как будто действительно повеяло южным солнцем здесь у нас в зале. Это было очень-очень трогательно. Насколько я знаю, этот договор уже был готов два года тому назад, но вот просто почему это было откладывалось, потому что хотели, как говорится, физически присутствовать здесь. То есть могли бы это онлайн подписать, но это все-таки не очень. Но все-таки вот когда физически присутствует, и здесь вот эта вот душевная, можно сказать, такая человеческая теплота, когда люди воочию встречаются друг с другом. И вот это по-особенному приятно, мне кажется. И мы убедились в этом, что увидев наших соотечественников, которые сегодня здесь находились, насколько они радовались, увидев своих соотечественников, прибывших из Узбекистана. До сегодняшнего дня Висагинес имел договора о сотрудничестве с четырьмя городами-побратимами из Польши, Латвии и Украины. Договора о сотрудничестве с пятью российскими и белорусскими городами были расторгнуты после начала войны в Украине. Поэтому теперь Новоизм стал пятым городом-побратимом Висагинеса. Как Вы оцениваете, что можно ждать от этого сотрудничества? Какие, ну вот уже сейчас ближайшие могут быть мероприятия выполнены в рамках этого договора подписанного? Ну, во-первых, могу сказать, что уже сегодня мы поедем с делегацией осматривать не только наши учреждения, но и те наши возможности. И я расскажу, какие возможности ждет нас в будущем, расскажу о тех же возможностях использования инфраструктуры, территории, которая принадлежит нашему самоуправлению. Опять же, конечно, и о нашей абсолютно уверен в будущей свободной экономической зоне, о сотрудничестве в Общеутинском регионе и о возможностях, которые предоставляются в нашей функциональной зоне, экономическому центру на северо-востоке Литвы. По словам посла Узбекистана Кадамбая Султанова, ограничения, связанные с COVID-19, были отменены с апреля месяца. Поэтому очень символично, что Висагина стал первым городом, который посетила узбекская делегация. Также посол подчеркнул, что за последние годы произошло много позитивных перемен, которые позволили Узбекистану стать привлекательнее для туристов. Для посещения Узбекистана не потребуется виза. Сейчас граждане Литвы свободно могут посещать Узбекистан. Я думаю, это хорошая возможность для того, чтобы после снятия этих ограничений в Литве, в принципе, можно уже осуществлять такие поездки личные. Приглашаем. Обязательно посещайте Узбекистан. Узбекистан динамично меняется. За последние годы много было сделано под руководством нашего президента. В Узбекистане происходит динамичная трансформация. И во всех сферах жизни осуществляется очень масштабная реформа. Страна открывается. Приглашаем Узбекистан. Продолжение следует...